Двенадцать Иисус к себе призвал. Ходили с Ним, на чудеса глядели. Никто из них доподлинно не знал, Кем был Учитель их на самом деле. Спросил, кем почитал Его народ. В суждении спектр раскинулся широко. За Иоанна, что крестил вод, За Илью, иль древнего пророка, Ему сказали мнения толпы, Но этих слов он будто не заметил. Спросил их, почитаете, кем вы? За Божие Христа лишь Петр ответил. Чтоб никому о сём не говорить, Он приказал необычайно строго. Сказал, должно ему убитым быть Воскреснуть в третий день по воле Бога. Взошёл на гору, взяв с собой троих Иакова, Петра и Иоанна. Молился страстно на глазах у них И начал изменяться непрестанно. Совсем иным стал вид его лица, Таким пред ними не являлся прежде. Но изменением не было конца, Встал в белой и блистающей одежде. И не пришёл конец картины сей. Во славе и естественной природе Предстали Илья и Моисей, Вели беседу о его исходе. Что жертву ждал уже Иерусалим? Тяжёлым сном ученики все спали, Проснувшись, двух мужей, стоявших с ним, И славу Иисуса увидали. Сказал Пётр Иисусу, Как всегда от впечатления, Может, даже пуще, Наставник, славно тут, как никогда, Мы сделаем для всех вас здесь трекущим. Не знал, что говорил Пётр в этот миг, Мгновения преображения длились, И облако вдруг осенило их, Они вошли в него и устрашились. Из облака был слышен Божий глаз. Вы слушайте Его, Сей Сын мой с вами. Глаз Божий прозвучал, И в тот же час Остался Он один с учениками. Преображение видели они, Был Иисус, как человек лишь в роде, И не сказали никому в те дни Всю правду о божественной природе. Земной свой путь Иисус продолжил, С учениками проводил служение, Чтоб показать божественную суть Господне им явил преображение. Аминь.